Мы ведем переговоры об освобождении наших заложников. Это национальная задача высшего ранга. Мы ведем очень сложные переговоры, в которых другой стороной является кровожадная террористическая организация, необузданная и упрямая. Однако я хотел бы подчеркнуть, мы ведем переговоры, а не придерживаемся сценария, при котором мы просто что-то отдаем. Есть вещи, в отношении которых мы можем быть гибкими, и есть те вещи, в отношении которых мы не можем быть гибкими, на которых мы будем настаивать. Мы очень хорошо знаем, как отличить одно от другого. Израиль ведет сложные переговоры о возвращении своих заложников, удерживаемых в Газе, но также должен придерживаться принципов, которые жизненно важны для его безопасности. Об этом 18 августа заявил премьер-министр Бенемин Нетаньяху в начале заседания Кабинета министров. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкин в понедельник призвал Израиль и Хамас не сорвать переговоры, которые, по его словам, могут стать последней возможностью для достижения перемирия в Газе и освобождения заложников. Ранее посредники и американские чиновники высказывали осторожный оптимизм по поводу скорого и успешного завершения переговоров. Однако, судя по сообщениям прессы, до этого еще далеко. Хамас и Израиль не готовы пойти на взаимные уступки по нескольким ключевым вопросам. Блинкин, который находится в своем девятом региональном турне с момента нападения Хамас 7 октября, заявил, что вернулся в Тель-Авив, чтобы довести соглашение до завершения. «Это решающий момент, возможно, лучшая и последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и создать условия для достижения прочного мира и безопасности», — сказал Блинкин в ходе встречи с президентом Израиля Герцогом. Блинкин уже встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и президентом еврейского государства, после чего планирует отправиться в Каир, где на этой неделе должны возобновиться переговоры о прекращении огня между Хамас и Израилем. Несколько дней назад Соединенные Штаты выдвинули предложение, которое, по мнению США и посредников из Катары и Египта, могут устранить разногласия между враждующими сторонами. В основе переговорного процесса лежит соглашение, изложенное Байденом еще 31 мая, но приписанное Израилю. Согласно этому соглашению, боевые действия будут заморожены на первые шесть недель и приведут к освобождению заложников и заключенных. Американские официальные лица выражают новый оптимизм по поводу завершения сделки, но предупреждают, что многое еще предстоит согласовать.